Более 30 самолетов участников соревнований «Авиадарс-2016» стройным рядом стоят в ожидании заветного дня. Полностью готовые к эксплуатации, заправленные и снаряженные. Проходят последние проверки техническим составом. Сегодня свои боевые навыки отрабатывает российская команда. Подготовка идет, предполетная подготовка самолета. Заправляется азот, кислород, воздухом заправляем, топливом, всеми средствами, маслами, которые необходимы для заправки данного воздушного судна. Происходит предполетная подготовка в полном объеме. Далее придут пилоты, примут воздушное судно и пойдут на вылет. Су-34, пришедший на смену легендарному 24-му, в 2014 году впервые покажет себя широкой публике. Оснащенные практической авиабомбой П-50Т российские истребители-бомбардировщики отправились с аэродрома Дягилева на полигон Дубровича, чтобы отточить навыки стрельбы по мишени. Данная бомба кидается, чтобы обозначить место поражения, обозначить точку падения, но она не используется для поражения вражеских сил. Именно такой вид вооружения будет использоваться на авиадарце. На аэродроме Дягилева выстроились машины всех команд из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Гости соревнований рады вновь вернуться в Рязань, ведь соревноваться с достойными соперниками бесспорно интересно, а тем более, что подготовка к авиадарце 2016 шла в течение всего года. Для Казахстана большая честь выступать в этих армейских играх. Уже мы второй год здесь, уже второй раз приехали, уже более стали тесно, дружно общаться с коллективом. Нам очень приятно участвовать в таком мероприятии. Самолеты с Казахстана прибыли, как видите, Су-25 штурмовая авиация, МИГ-29 и Су-27. Три типа самолета участвуют в этом году в соревновании. Мощь и неукротимая сила эмоций в момент взлета истребителя переполняют не только пилота, но и неподготовленного зрителя. Кстати, открытие игр, где каждый желающий сможет убедиться в этом, пройдет здесь же в Дягилево 31 июля и продлится до 9 августа. Недаром Алексей Фатьянов написал те самые легендарные слова, ставшие гимном всех пилотов российской авиации. Первым делом самолеты, ведь вряд ли что-то сможет захватить дух героя точно так же, как необъятное небо и сверхзвуковые скорости. Оксана Тебенихина, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!